Нематоды или круглые черви – тип первично ротых из группы линяющих. В настоящее время описано более 24 тысяч видов паразитических и свободно живущих нематод. Свободно живущие нематоды обитают в почве, пресных водах и море, где численность их может превышать 1 миллион особей на 1 кубический метр. Они играют важную роль в экосистемах. Культивируемые нематоды – это мелкие длиной 1-2 миллиметра веретиновидные червячки, которые двигаются, изгибаясь всем телом. В аквариумистике данных червей называют микрокормом или микрочервем. Используют в качестве корма для мальков и мелких видов рыб. В культивации данные черви не требовательны, но есть свои нюансы. Комфортная температура от 20 до 28 градусов. Чем она ниже, тем ниже темпы размножения. Разводят в мисках, тарелках, кюветах, контейнерах, сделанных из стекла и пластмасс. Питаются всевозможными кашами из геркулеса, толокна или ячменной муки. С небольшой добавкой молока. Можно молоко не использовать, но питательная ценность червя, соответственно, падает. Также можно добавлять натертую морковь или морковный сок, поливитамины. Хорошо разводятся на кашице, состоящие из белого хлеба или батона, и молока. Контейнеры держат в затененных местах. Свою нематоду я развожу в пластиковых пищевых контейнерах объемом 1 литр с крышкой. В ней отверстия для вентиляции не делаю, так как они уже есть. Крышка нужна для создания определенной влажности в контейнере и недопущения быстрому высыханию кормовой смеси. Также препятствует проникновению в культуру мух, которые активно будут размножаться и угнетать червя. В качестве субстрата использую овсяное толокно, как мне кажется, оно наиболее подходит нематоде. Имеет однородную структуру и в нем нет твердых частиц, которые червь не в состоянии съесть. Соответственно, плесень образуется меньше, затухает субстрат реже. При обычном разведении, поддержании культуры в нормальном состоянии, готовлю кашу из толокна на воде. Если необходимо кормить нематодой малька, либо добавляю в культуру молоко, морковь, либо запускаю новую с добавлением этих ингредиентов. Засыпаю в тарелку толокно, заливаю кипятком, все тщательно перемешиваю. Развожу до консистенции густой каши. Это обязательно, так как при размножении червь сильно разжижает субстрат, вследствие чего можно потерять культуру. Но, как говорил ранее, она достаточно живучая, и в моей практике полной потери культуры не было ни разу. После того, как каша остыла до комнатной температуры, перекладываем ее в подготовленный контейнер слоем 2-3 см. Сверху распределяем нашу стартовую культуру нематоды. Червь размножается очень быстро, уже через 3-5 дней он полностью распределится по всему субстрату, а через неделю он начнет массово выходить на стенки и крышку контейнера. Именно в эти 3-5 дней необходимо чаще наблюдать за культурой. Проблемы могут возникнуть следующие. Первое, субстрат может стать сильно жидким. Второе, культура может высохнуть. Третье, может образоваться плесень. Самое распространенное явление на старте – это сильное разжижение субстрата. Исправляется оно банальным добавлением сухого толокна в культиватор до нужной консистенции. Можно добавлять обыкновенную пшеничную муку, но по своей структуре она мельче, чем толокно, из-за чего субстрат становится похож на слизь. Также для загущения питательной среды можно добавлять черствый хлеб, предварительно растерев его. При высыхании субстрата его достаточно смочить водой и перемешать. Что касается хлеба, в культуре, которая разводится на нем, как мне показалось, гораздо чаще образуется плесень, которая негативно влияет на размножение матоды. При образовании плесени ее необходимо убрать из контейнера, субстрат перемешать, обратить внимание на консистенцию, загустить или разбавить водой. При повторных, обильных появлениях плесени необходимо сделать перезапуск. Пересыхание корма и или образование плесени происходит в основном у старых культур. Связано это с повышением концентрации продуктов жизнедеятельности червя в контейнере, вследствие чего понижением его активности и темпов размножения исправляется перезапуском. Если нематода запущена правильно, она активно начинает размножаться, окутывая собой полностью весь субстрат в контейнере, из-за чего не дает появляться плесени и преобразоваться мертвым зонам с затуханием корма. Культура имеет легкий кислый запах. При разведении это необходимо учитывать. Даже если у вас по каким-либо то ни было причинам культиватор с нематодой пересох и на поверхности нет движения, но он имеет кислый запах, то скорее всего культуру можно восстановить. Перезапуск культиватора делается по необходимости, в среднем через 3-6 месяцев. Как кормить малька или рыбок нематодой? Собирается нематода со стенок и крышки культиватора, либо со специально помещенных на субстрат кусочков пластика. Очень удобно это делать кисточкой. Помещается в банку или стакан с чистой водой. Ополаскивать кисточку в аквариуме с мальком сразу не рекомендуется, так как вместе с червем попадает часть среды, в которую он размножается. Это может негативно повлиять на малька или рыбу. После того, как нематода в стакане опустилась на дно, мутную воду аккуратно сливаем. Добавляем чистую. Данная процедура повторяется несколько раз до тех пор, пока вода в стакане не станет достаточно чистой, после чего червь вносится в аквариум. В воде нематоды остаются живыми около суток. Некоторые мальки не едят нематоду, поэтому прежде чем задавать большое количество червя в малявочник, нужно убедиться, что она по вкусу мальку. Нематода является прекрасным кормом для рыб, доступным и легким в разведение. Главная задача дешево и в большом количестве получить нематоду к моменту появления мальков. Но по питательной ценности она сильно уступает остальным культурам живого корма. Поэтому растить именно малька только на нематоде нежелательно. А для взрослых мелких видов рыб это неплохой живой корм.